Доброе утро! Сегодня мы поговорим о накладных ресницах. Они используются для вечеринок, для фотосессий и любых важных для вас мероприятий. Но для ежедневного применения я бы вам порекомендовала пучки. Они просты и удобны в использовании. Пучковые ресницы бывают трех видов – короткие, средние и длинные. Последние подойдут только тем, кто любит очень длинные накладные ресницы. Остальным мы рекомендуем выбрать короткие или средние пучки. А также в магазинах вы можете найти готовые миксы. В них сразу подобрано три длины – средние, короткие и длинные. Особое внимание уделите выбору клея. Он бывает черный, прозрачный и белый. Я бы вам рекомендовала белый клей, поскольку его видно, как наносить и куда наносить. А затем он станет прозрачным. Начнем с внешнего уголка глаза. Возьмем самые длинные ресницы. На кончик наберем и подставим, отступая от крайнего ресничного края на один миллиметр. В уголок в самый не стоит клеить, потому что прилипнет у вас верхний и нижний века. Точно так же параллельно на правый глаз поправляем пинцетом направление ресниц. Если не удалось, снимаем и вновь наклеиваем. Следим за направлением. Дублировать ресницы должны направления ваших собственных ресниц. Длинных можно использовать 2-3 штучки. Перед тем, как наклеить ресницы, не забудьте прокрасить свои ресницы тушью, так как будет виден переход от своих светлых ресниц и черных накладных пучков. Для того, чтобы добиться эффекта более длинных и густых ресниц, вы потом поверх, после наклеивания, прокрасьте еще раз тушью. Накладные ресницы – это модная и современная тенденция. Не бойтесь ее использовать. Приобретите небольшой набор и потренируйтесь, и вы увидите, насколько это просто и несложно. Но зато эффект будет элегантный и красивый. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok